Вживую, и давайте посмотрим, просто пока посмотрим, поднимите руки те, у кого уже есть вопросы. Просто давайте посмотрим, сколько нас здесь. Вау! Хорошо! Но на всякий случай я скажу. Это открытая встреча с министром, и это первая в истории такая возможность что-то спросить. Поэтому не стесняйтесь, пользуйтесь. Возможно, вот что-то у вас накопилось, и очень хочется уточнить, а вы стесняйтесь. Не нужно стесняться, задавайте. Очеркнул, это не впервые встречи, мы эти встречи проводим, но кто-то, если не успеет, то всегда не найдет, как говорится, и берется. Давайте начнем, как мы сделаем, как правило. Для начала мы начнем. Вживую вопросы. Да, пожалуйста, руки. Вживую очередь. Отсюда. Меня зовут Булат, я основатель маркетплейс Цветов.ру. Сначала перед вопросом я переехал из Башкирии из-за бизнес-инкубатора, который здесь построился. И, соответственно, сейчас у меня вся семья тут, и проект тут, и все тут. То есть все началось с антиквартных факторов. Это так, к слову. Я в стартап Сколково год жил, получается, и работал, и был резидентом. И там были такие классные штуки, как если инвестор в тебя вкладывается, то возвращается 50%. И еще там была такая интересная вещь, что раздавали гранты на оплату зарплаты сотрудникам. И вот это вопрос к тому, что чтобы людям не хотелось переезжать в Москву. Вот я не хочу, так как здесь классно, становиться резидентом Сколково. Но ради вот этих грантов и ради возврата 50% инвестиций, возможно, мне придется. И я не хочу этого делать. И вот мне вопрос, когда это будет здесь? Будет ли это возможность здесь делать? Спасибо, очень хороший вопрос. Я отвечу следующим образом, чтобы вы были чуть более информированы. Первое. Чтобы получить те же самые, допустим, размещение МГФЛ, когда кто-то имитит эту компанию. А. Вам не нужно быть резидентом Сколково. Это первое. В. Вам даже не нужно переезжать туда Сколково. То есть это программа, которая работает здесь для территории всей Российской Федерации. И все, что Сколково предоставляет вот эти программы субсидирования, там есть программы для резидентов, есть программы, которые вот это как раз вы назвали. Тот-две. То есть вам не нужно это переезжать. Вы можете. Более того, у нас есть специальная телеграмм-группа, наверное, Сколково помог. Мы часто проводим этапы, встречи, ребинары, показываем, рассказываем, как эти заявки просто заполняются. Кстати, вот у Аккулатора Петрахмановой сегодня была презентация на эту тему. Тут надо будет выслать и показать нам. Да. Как мы помогаем нашей в Аттарстанке компании поделить и не проводить. Это первое. Второе. Вы можете стать резидентом Сколково находить в Аттарстане. У нас таких компаний более ста. Вот Руслан, директор Айтипарку, пошел гостей встречать. Мы вам поможем стать резидентом Сколково, находясь здесь в Айтипарке, делать бизнес из Казани на Аттарстане, на всю Россию и в том же претендовать на какие-то меры, которые, как всегда, требуют резидентом Сколково. Я ответил на вашу вопрос? Я провал ряд, где иностранные, которые были юридические, на радиостанции. То есть я общался на эту тему недавно со Сколковскими ребятами. Проводить юридически нужно. Наверное, не хотели бы, чтобы вы территориально переместились, но юридически мы вам поможем. По поводу понятия. Стартап-хаб просто исправит. А так стратегически мы не хотим дублировать все неравиджиальные поддержки, которые есть, но это будет неправильно. И зачем, как говорится, тратить народное хозяйство, здесь средства на инкоплопечке, если мы можем помочь. Мы ежедневно до миллиарда рублей привлекаем к грантовой форме по параличным программам от Сколковских, Достат, КСИ, там много-много разных форм, в принципе, в индустрии. Поэтому здесь не получится, мы можем по-другому платовать вас. Какие будут люди? Спасибо большое за вопрос. И сейчас мы, наверное, сделаем так, будем по порядку. Один из Телеграма, один живой. Сделаем так? Или хотим только живой сейчас? Мне кажется, давайте сначала с аудиторией. Окей, хорошо, давайте продолжим. Итак, вот сюда, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Женя. Мы прикрутили искусственный интеллект к правительству Татарстана, а именно к информационным ресурсам. И я зачитаю, в общем, воронка попрощения от искусственного интеллекта. Тут плачь, Мирославный. Уважаемый господин министр, контекст. В рамках разработки нашего сервиса для общения жителей и правительства Татарстана с помощью искусственного интеллекта мы столкнулись с проблемой доступности официальных документов в машиночитаемой форме. В настоящее время восстановление указа публикуется на Татарстану.ру в виде отсканированных PDF-файлов, что затрудняет их обработку инструментов искусственного интеллекта. Вопрос. Рассматривает Министерство цифрового развития возможность внедрения требования для всех государственных служб публиковать официальные документы дополнительно в текстовом формате? Да, Евгений, спасибо за вопрос. Ответились на две части, наверное, из вопроса. Присаживайтесь. Первый. И PDF-фоброс тоже годятся. Мы с по-настоящим читаем. И по-настоящим читаем. Может быть, на разном, как бы, спольном с алгоритмом. Я его закидываю. PDF-никак. Прекрасно. Производится, конечно. Если распознан текст. Если текст не распознан, то это не может быть как... Берешь PDF-пайл, кидаешь. И он дает PDF... Он сам поставляет PDF-пайл, а там нет машины читаемого, распознанного текст. Я один это поведу. Давай я лучше там вижу, который я не умею делать, да? Я... Это с кем-то. Я просто владелец, что это, что это был партнер, мы предоставляем доступ для компаний ко всем моделям в искусственном теле, которые есть в этой двери. Китайским, и американским, и российским. И мы пробовали все. Поэтому... Ну, может быть, у вас какая-то есть... Есть там вопрос. Специально. Спасибо большое. Просто, может, ты мне поможешь? Я не могу ошибаться, что PDF-ник он читает. Может, PDF-ник читает? Смотря как это сканируешь. Можно микрофон, пожалуйста? Женя говорит не только о формате, а только о картинке JPEG. Да. Да. Субтитры говорит о том, что есть сервисы, которые хорошо решают задачу у себя на континенте, когда распознаются с JPEG, на сути, машины читаемые тексты. Такие сервисы есть. То есть, тот же чатный PDF в целом неплохо справляется с этой задачей. Вопрос в точность. Потому что, Евгений сказал так, хорошо бы, чтобы все наши нормативные правы в такой инфекции были машин читаемые тексты. Это хорошо. Давайте мы подумаем, что для этого надо сделать. Это потребность каких-то колоссальных ресурсов и еще чего-то. Я, конечно, так с хода пообщать не смогу. Но если мы правильно с вами сфокусируемся и поймем, что это дает возможность в Технаде реализовать такой бизнес-проект. Это дает возможность для этого, для этого. Мы везем, например, драматизмку, сходим к Устану Могалевичу, к премьеру, и теперь с этого дня наши читаемые тексты должны быть. Окей? Это очень просто. Все документы сначала будут сделаны. А потом, когда с чатами представили ясные микрофросы, он просто берется. Будем помогать, поэтому между другим контактам нужно, чтобы, видимо, может быть, термокинк нам нужно поправить. Отлично, пожалуйста. Давайте продолжим. Вопросы в том, кто помогает потом, чтобы мы как-то могли коммуницировать? Я все разобрал. Итак, вопросы. Микрофон, пожалуйста. Дорогие дамы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Нагиров Артур Маратович, Набушина Черны. Я собственник Айтаз. Мы положим в этом году 350 миллионов рублей в выручки в Айтих-Копилку. Республика Катарстан. У меня цифровые 90 сотрудников. Занимаемся проектами цифровой трансформации. Вопрос, собственно, вот такой назрел. Я тот самый MBA-щик, который в школе Айтих-Менеджмента РАНПИКСов учился. И там меня научили такой штуке, что наиболее здоровые отношения в бизнесе, в семье, в любой отрасли основаны на свободе выбора. То есть у потребителя должно быть несколько вариантов. И поэтому мы уже лет 10 назад начали в Набушинах реализовывать концепцию частного артипарка. В этом году мы заканчиваем второе собственное здание в поселке Гресс-Набушинах Тюрнов. Здание площадью где-то тысячи квадратных метров. Я в другом случае, наверное, 12-29 августа в четверг приглашаю от Черны. Я думаю, на этом вашим удовольствием вместе с вами ленточку перележу. А вопрос у меня вот такой. В нашем прекрасном городе Набушинах, который немножко, к сожалению, на отшивке республики находится. В нем есть классная такая штука государственного частного партнерства при строительстве фитнес-центра. Господин Вайнер построил в поселке Гресс-Набушинах фитнес-центр по модели государственного частного партнерства. Как я понимаю, государство предоставляет земельный участок, сетями помогает. В обмен на это предприниматели обязуются в определенный срок инвестировать, построить. И, видимо, еще какие-то социальные обязательства на себя. Вот моя идея, чтобы как вообще помочь раскачать от Астана, идея такая реализовать совместно с сайтатом модель государственного частного партнера, что просто строительство частного этим парка. Я начал со свободы выбора. И, грубо говоря, будет возможность государственного этим парк и будет частный. Будет какое-то отличие. Есть какие-то плюсы у государственного, но есть какие-то плюсы очевидные у нашего города. И вот, собственно, я написал, какая поддержка нам нужна от государства в республике Татарстана. Нам нужна помощь земельным участком в старой части поселка Берк. Вот. С Навидом Барышевым об этом говорили мы. Дальше нам нужна, собственно, помощь с сетями. Ну и самый главный вопрос – это следующее. Мы с вами формально, ну, может, нехорошо так говорить, мы имеем два собственных здания, арендуем в IT-парк и помещение для того, чтобы иметь статус резидента. Да, понятно, ничего, чтобы науку в интервенции получать и прочее. Ну, благодаря этому сегодня я здесь, мы пригласили. То есть классно, что есть такая штука – частный антифакт. И если мы вдруг модель государственного частного паркурса с вами реализуем, то важно, чтобы наши резиденты частного антифакта могли также рассчитывать на науку в принципе. Вот. Я просто не знаю, не совсем понимаю, в какое министерство Республики Катарстан мне с этим вопросом пойти. Потому что этот вопрос, ну, пределами, мне кажется, возможностей и мэра города, и я вообще не уверен, что в Министерстве тоже этот вопрос еще. Вот. Такой долгий вопрос. Спасибо. Спасибо, Артур, за вопрос. Во-первых, спасибо за приглашение. Планирую. К сути вашего вопроса – вы нам нужны, и мы давно об этом мечтаем. Правильно заключается системный процесс для того, чтобы за счет частных денег строились техно-IT-парки в Катарстане. Должно быть не три или пять, а должно быть десять, двадцать, тридцать. Да, там очень много вопросов. И механизм для этого есть. Здесь мы совместно с агентством инвестиционного развития, то есть у нас есть механизм инвестсовета. Заявка рассматривается каким-то консультативным органом, которого главляет Остан Мургалевич. Там формируется финмодель, которая говорит, я беру обязательство вложить сколько-то денег, я беру обязательство, что это не превратится в торговый центр, не превратится в МКП. То есть люди берут денег в государство, а потом обещали одно, а потом стелили, какие-то жесть построили или торговый центр сделали. Если это приносит добавленную стоимость и так далее, такая формирует может быть. И средиземельный участок можно оформить без торгов в этой модели, для инвесторов гарантируют, что он доходит у суммы денег. И третье, конечно, безусловно, у нас более того, уже такая практика есть у нас. Есть так называемый удаленный резидентство. Здесь компании, которые здесь не сидят, в этих партнерах мы не обещаем, но мы даем налоговую предварительную цену на 1%. С выручи, да, но для малой компании это очень, супер, очень комфортно. Не обязательно находиться здесь. Мы прекрасно понимаем, что эту структуру, но не можете отмести. Поэтому для частных этих партов это правило точно будет работать. Нам с вами просто поплотнее поработать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Итак, давайте продолжим. В той части зала мы еще с кем-то не комментировали. Давайте начнем с вас. Сюда, пожалуйста, микрофон. А у меня уже куда-то поможем задавать. А, уже вас. Где? А, давайте. Меня зовут Андрей. Компания Neowell. Какая компания? Neowell. Да. Мы разрабатываем такие системы для нефтегаза. И это программно-аппаратный комплекс. То есть там есть как умное КО, и у нас работают программисты, аналитики и так далее. Так и умное железо. Различные датчики, инициации. Вот сейчас в основном обсуждалось ПО, а хотел бы говорить о том, что IT это не только ПО, это еще умное железо. И вот хотел бы попросить при строительстве новых антипарков закладывать рабочие места не только для программистов с компьютерами, но чтобы туда можно было посадить электронщиков с паяльниками, со всякими вычерками, чтобы в идеале этот ряд можно было какое-то современное производство организовать. Вот сейчас проблемы, допустим, мы ищем для расширения помещения. Нам нужно там 300 квадров. Диодосы. Идем в городе Казани практически нет помещений, у нас уже там далеко загород предлагают. Но если уже без ящиков еще туда можно, мы сойдем в АТО организовании. Вот программисты вытащить с каких красивых антипарков из центра города невозможно. Вот хотел бы попросить. Спасибо. Андрей, спасибо. В этом вам первый четвертый площадок вы находите 300 квадров. Можно подумать, да? У нас есть инфраструктура, называется Иннопарк, как раз для железячих там проектов, там проекте, которые люди делают, в том числе, производственные помещения по большому счету. Поэтому здесь тоже нужны будут ваши контакты. А говоря, как бы, я с вами абсолютно согласен, что IT это не только софта, это первый набор железа и софта. У нас есть большая тема по кластмам микроэлектроники, потому что большая такая тема. Вот коллеги СССР в прошлом году запустили завод по материнским платам на площадке рядом с аэропортом. Поэтому там, где есть такие компании, как вы, которые готовы расширяться, готовы персонально вас за ручку вести, смотреть разные формы и такие на существующих площадках, как и на парк. В том числе, может быть, с коллаборацией со СССР попросила сказать, а готовы мы, вам тоже вы нам нужны, мы готовы часть помещения поделиться, дать в аренду, например, какой-то синаптический эффект. И третье, когда вот мы говорим о Наберной Челны, кстати, мы обсуждали, что в Наберной Челнах очень большое количество компаний, такие автокомпонентчиков с точки зрения IT, и что мы должны правильно организовать гаражное производство или гаражные мастерские такие, где люди могут пилотировать, отрабатывать свои решения. И на Петербургке 52, может быть, вам стоит туда заехать, мы на небольшой площадь, пусть называется Народная Мастерская или Народный Гараж, как раз для тех, у кого даже оборудование нет, как бы, да, надо что-то такое смастерить, запаять с вытяжками и так далее, и так далее. Это, может быть, что-то в моменте, вы нам даже подскажете, скажете, смотрите, а снайдите вот этим, вот этим, вот этим, и центр коллективного доступа, о котором мы тоже, как бы, как бы хотим его создавать для малых компаний, он тоже будет уносить твой. Так, нужны будут ваши контакты, мы вот по урушению площадки отдельно с вами, как там месяц, работаем. Спасибо за вопрос. Так, продолжим? Здесь уже с микрофоном опять подготовились. Пожалуйста, представьтесь. Всем привет! Меня зовут Андрей Васов, руководитель технохаба Сбера, диссидент антифакта. И хотел бы такую историю показать, что открылись в 22-м году, и мы уже заполнили весь этаж свой. И у тех, кто победили удалёнку, у нас извините, у нас нету столовых удалёнчиков, они все заполнены. Мы провели серию мероприятий, связанных с привлечением специалистов. У нас из школы 21, мы залезли в УФУ, преподаем там, преподаем в УФУ, университет на полис, например. И за прошлый квартал, например, наняли 65 человек. У нас в общей численности уже 450, а столовых — 250. У нас ещё есть в Уфинополисе, но вот вопрос, наверное, афилитный — когда будет новый парк. Нам нужно гостить. Айти-парк. Всем спасибо за вопрос. Кстати, он должен был всем выступать. С поездкой вечерки на Сбер. У него уже была классная лекция. Я думаю, что мы найдём позже, когда Андрей выступит. Давайте по Сберу предысторию расскажу. Когда Ромеева девовалась, к нам пришёл Сбер, мы в Германию с ним хорошо дружим, мы с нами были встречались, здесь к нам и сям. И речь была о том, что а мы готовы делать два этажа. Потом ты перскал. Нет, на два этажа. Это как короткое. Если по-серьёзному говорить, то очень… Кстати, Андрей Нанин сказал, что главная страница Сбер онлайн делается здесь с ребятами вот на пятом ходе. Здесь просто приходится. Какие проблемы, что-то там UI не нравится. Вся конкретно. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты Германа Герман Кост, которая создала инструктуру в источниках слова, а там действительно ИИЖ, заменила на 20 000 рейсов, еще что-то еще. В этих этих ламманули там действительно высочайшая эффективность бизнес-процессов. Когда ты в косты читаешь, переводим на одного человека про бизнес-процессов участок, и в этом компании и сколинг делает, кредит выдает. Кстати, сейчас ну ладно, про биометрию говорить не будем, но много что надо построить в офисе. Надо съездить с Генетоном поговорить, потом с Талтыпином поговорить, потом все эти пойти тоже. Сменился председатель Германа. Вот. Это первая модель. А вторая модель. У нас есть четыре локации города Казани с точки зрения регулировки. Первая локация, большая, это парковая. Вы знаете, в этом случае, да? И можно, наверное, выработать схему, когда под вас застройщик сделает парковый бизнес-центр и вы берете уготворки в степени контакт-аленды в офисе на сне. Вторая локация это тот берег Казан и реки. Третья локация это локация местного ДНК. Тоже можно эти форумы смотреть. Ну и четвертая, что нужно просто сделать и построить самоправильное с точки зрения вообще всего того, что делается, как-то мы готовы помочь, помогать. Сделать так, чтобы, например, 70% площадей вызовем, и 30% отдать на курсе очень малым компаниям, которые могут в вашей ЭКГ-системе идти дальше. Спасибо. Аплодисменты? Важный момент у нас остается всего лишь 5. То есть буквально либо один вопрос, либо парочку очень коротких. Я думаю, давайте до шести, да, наверное. До шести? У нас 15 решет. Давайте до шести. Два часа я постараюсь короче отвечать и на режиме близко. Да? Да? Слева у нас уже вопрос. Добрый день, коллеги. Доброго дня. Сергей Маслехин, директор компании Перспективное решение 2030. Я хотел бы рефлексировать за доблестной компанией ЭТАП. Мы это на нетворкинг, наверное, сделали. А у меня, знаете, какой вопрос, Артем Ильич? Хотели попросить вашего логинского ресурса для... Сейчас хлопачу за производителя автокомпонентов Тексан, как набережная Челнинская и за акаменты элумерации, да, о которых упомянули. С 25-го года нам всем грозит маркировка автокомпонентов, автохимии, автоаксессуаров. Да, 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 от этого касается. И я сейчас, как бы, не пройти отрасль. Атешникам понятно. Атешники...